Мы приглашаем вас в мир удивительного сказочника, любимого и взрослыми, и детьми Ганса Христиана Андерсена. В этом году исполнилось 215 лет со дня его рождения, а его произведения не потеряли своей прелести. Когда-то очень давно в одной датской школе учитель сказал своему великовозрастному ученику, вы глупый юноша, и из вас никогда не выйдет ничего путного, никто не будет читать ваше сочинение. А Ганс Христиан Андерсон вырос, всем сердцем полюбил театр, написал много сказок, пьес, романов, стихотворений, прославился на весь свет и увековечивал не только свое имя, но и маленькую Данию. В годы детства писателя сказки собирали и записывали среди народа. Он одним из первых начал их сочинять, превращая все окружающее в волшебство. Давайте и мы с вами прикоснемся к этому чуду. Вы видите персонажей сказки «Снежная королева». Она привезла мальчика в свои ледяные чертоги. Посреди самой большой пустынной снежной зала там находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков ровных и правильных надива. Посреди озера стоял трон снежной королевы. На нем она восседала, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в мире. Кай совсем посинел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его стало куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдидами, укладывая их на всевозможные лады. Кай складывал разные затейливые фигуры из ледин и называлось это ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их – занятием первой важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Он складывал из ледины целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось – слово «вечность». Снежная королева сказала ему, если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков. Но он никак не мог его сложить. «Теперь я полечу в теплые края», – сказала снежная королева, заглянув в черные котлы. И она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так, что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз. В это время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула. Кай, милый мой Кай, наконец-то я нашла тебя. Многие из вас знают, что же случилось далее с нашими героями, а некоторые захотели тотчас прочитать продолжение сказки, не так ли? А мы продолжаем путешествовать по сказкам, и вот мы встречаем героев другой истории. Это маленькая милая девочка по имени Дюймовочка. Однажды ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная. Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепестком Дюймовочка. Вот и жена моему сынку, сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад. Там протекала большая и широкая река, у самого берега была топка и вязка, здесь-то в тени и жила жаба с сыном. У, какой он был тоже гадкий, противный, точь-в-точь мамаша. — Куакс, куакс, брекекекекс! — только и мог он сказать, когда увидел прелестную крошку в ореховой скорлупке. — Тише ты, она еще проснется, пожалуй, да убежит от нас, сказала старуха жаба. Она ведь легче лебединого пуха. Высадим-ка ее посредине реки на широкий лист кувшинки. Это ведь целый остров для такой крошки. Оттуда она не сбежит. А мы пока приберем там внизу наше гнездышко. В реке росло множество кувшинок, их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был дальше всех от берега. К этому листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой. Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала и горько заплакала. Со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу. А старая жаба сидела внизу в тине и убирала свое жилье тростником и желтыми кувшинками. Надо же было приукрасить все для молодой невестки. Конечно, все сказки Андерсона заканчиваются хорошо. В них добро торжествует над злом. Сам писатель считал сказкой жизнь любого человека – и великого, и самого маленького. Его имя стало символом всего настоящего, чистого, высокого. Неслучайно высшая международная премия за лучшую детскую книгу носит его имя. Это золотая медаль Ганса Христиана Андерсона, которую присуждают раз в два года самым талантливым писателям и художникам. Субтитры создавал DimaTorzok